Всем привет, мои дорогие! Это никогда не закончится. Пошла выбирать перцы. Посмотрела, помидоры на звери. Все. Быстрые банки намыла. Помидоры намыла. В общем, здесь у меня с базиликом 5 баночек. А здесь у меня с петрушкой, с луком, с перцем. И намыла перцы. Ну, пока тазик вот такой. Там дальше видно будет. Сейчас их запеку. Как раз пока мариную помидоры, у меня перцы будут запекаться. Вот. А потом уже их буду разделывать. Сейчас прямо вот помыла. Сейчас вытру. И духовка у меня уже разогревается. Конвекции поставила. Конвекцию включила на 120 градусов. На 220. Вот. И буду запекать перцы. Войдут все, не войдут. В общем, партиями буду. Еще намою. У меня еще много больших. Крупных вот таких вот. Вот. Смотрите, какие. Сейчас их запеку до черноты. Потом покажу вам. Ну, не в одном видео, конечно. Потому что, если мне дожидать все это, это очень долго. Ну, я вам покажу обязательно. Ну, я вам покажу обязательно. Они запекутся. И сегодня я вечером их, пока они остынут, буду разделывать. Покажу, как дальше, что буду делать с ними. И эти перцы у меня пойдут вот запеченные в морозилку. Потом на бутерброды можно их использовать. Можно какие-то салаты. И очень вкусно получается. Так. Ну, вот. Так. Одну партию. Сейчас маслица растительного. Так. Оп. Оп. Напулиганила. Упала. Вот. И смажу. И поставлю запекаться. Быстро. Они же времени не отнимаются. Они мне написали, девочки, что это. Вы полежите. Ну, держит. Разве его лежишь, когда там урожай уже гниет? Конечно, нет. Я потихоньку отдыхаю. Вот. Эти крупные. Поэтому я вот так переверну их сейчас. Ну, смазала маслом. Переверну. И еще раз. Так. С этой стороны. Духовка разогреется. А они быстро. Потом, пока остынут их в кастрюлю, сейчас переуберу. На двух противнях буду делать, поэтому и включила эту конвекцию. И вот такой зелененький тоже запеку. Пусть. Тут у меня желтые, оранжевые. О, ну вот. Не хочет в духовку. Никак. Убегает от меня. Ой, красавцы какие. Мне еще их там на фаршировку надо будет наморозить. Крепенькие. Все хорошие. Созрели. Это вот Big Girl. Вот эти вот желтенькие. Ой, красивые. Очень вкусные перцы. Пока они высохнут, мне дожидать некогда. Протерла, да и все. Вот. Леша еще не приехал. А Леши дома нет, я больше дел переделываю. А он когда дома, он меня отвлекается. То туда, то сюда, то что-нибудь. А его нет дома. Красота. Я сама себе хозяйка. Что хочу, то и делаю. Так, что у меня тут войдет? Так, еще один надо. Вот этот вот. Два не входит. Сейчас, вон туда вот еще место нашла. Один точно войдет. Вот тут еще воткну я его. Да и этот. И этот, короче, впихну. Сейчас, видите, смажу. Очень вкусно. Я в прошлый год сколько их делала, вот такие вот. Мы все съели. Все. Прям очень вкусно было. Сейчас как раз у меня чайник. Закипит, пять баночек залью. С помидорами. И пока они прогреваются, стоят. Потом уже маринад разведу. Все есть у меня эти рецепты на канале. Все эти делаю. У меня уже она делана. Но больно хорошие помидорки. Жалко мне их резать куда-то. Красивые такие, видите. И темные такие. Всякие разные. Где-то еще зеленые есть. Ой. Все пошиваю. А вот очень красиво смотрятся. Эти. Так вот. Ай, красивые какие. Маринады очень вкусные эти. Получаются. Ну, в общем, вот так вот. За день что сделала? Две стирки. Белье развесила. Все сделала. Кур все устряпалась. Унесла этот самое. Ведро им еще огурцов. Все. Последнее докормлю. Что-то вчера разрезала огурец. Они уже не очень вкусные. Мне не надо. Все. Вот. Истопила печку. Отварила мясо. Приготовила. В холодный коридор вынесла. На бульон. Свинину. Завтра буду борщ варить. Сегодня не буду. Завтра. Но все приготовила, чтобы у меня было. Так. И что я еще сделала? Печку истопила. Дома тепло. Хорошо. Красота. Видео внутреннее выложила. Кур ходила стряпать, да? А значит там пишут. Интересно я говорю. Это самое. Стряпать. Кто-то говорит управляться, да? Допустим. Что-то темновато. Надо свет включить. Ага. Вот так вот будет, наверное, лучше видно, да? Вот. Это самое. Управляться. Ну, да. У нас тоже. У нас говорят стряпать. Ты, допустим, там вот. Ну, что-то все уже устряпалось. Ну, типа скотину накормил, все делалось. Все, все сделала. А вот свекровь мне из Сибири приехали. Она все говорит слово управляться. А у нас так же не принято управляться. Вот. И интересно было. Она говорит управляться. А я не понимаю, что она говорит. Что управлять надо. Вот. А у нас вот так вот говорят. Стряпать. Ты устряпалась? Вот. У всех по-разному. Диалекты разные у всех. У всех разговоры разные. Это самое. Различные. В каждом регионе. Правда? Мы ездили, когда я работала на выездную торговлю. Это же мы ездили Мордовия, Коми, господи. Мариэл, Башкирия. Там, я не знаю. Да везде ездили по республикам. Так закипело. Сейчас я девочки залью. Вот. Везде же ездили по республикам. Вот. И так интересно. Одни так говорят. Вторые так говорят. Третьи так говорят. Очень интересно. У всех же по-разному. Иногда даже не понимаешь, что тебе говорят. Вроде по-русски. А непонятно. Погода сегодня такая замечательная. Прям вообще. Солнышко. Ветер, правда, есть. Но солнышко светит на улице очень хорошо. Я пока белье развешивала. Туда-сюда ходила. А вот побыла на улице. Но все равно боюсь долго находиться. Хотя одеваюсь тепло, но все равно. Опасаюсь еще. Вот так. Ой, красиво, да? Очень мне нравится. Правда? Прям яркие такие. Ну, перцев нынче Бог дал. И перцев, и помидор. И огурцов нынче. Прям завалили. Спасибо большое. Я... Будут надо мной смеяться. Я всегда... Вот все. Урожай собрала. Степлить все убрала. Там убираю. Это самое. Всегда говорю спасибо. Спасибо помидорам. Спасибо огурцам, перцам. Всем все говорю спасибо. За то, что не оставили нас голодными. За то, что нас кормят. Я и курам всегда говорю спасибо. Когда яйца забираю, всегда говорю спасибо большое вам. Они все понимают. И куры все понимают. Зря говорят, что они бестолковые, ничего не понимают. Все понимают. Все животные, птицы все понимают. Даже растения те понимают, как к ним относишься. Относишься хорошо. Они тебя и урожаем отблагодарят. А плохо относишься, наплевательски урожая не будет. Ну, я так думаю. Так бабушка всегда говорила тоже у меня. Как ты к людям, так и люди к тебе. Ты повернешься, попа, и к тебе повернуться. Так что вот так меня учили в детстве. Как надо жить. С одной стороны, да. С другой стороны, я вот иногда думаю, что это лишнее. А может быть, жизнь сейчас такая стала. Я не знаю. Какие-то люди. Вот озлобленность какая-то, правда, вот стала. Раньше как-то люди добрее были. Сейчас как-то люди вот озлобленнее. Я не знаю. Может, тяжелая жизнь стала. Так и раньше не легче была. Вот. Как-то вот злее люди друг к другу стали относиться. Очень нехорошо. Раньше, вспомните, как соседи жили между собой. Все мирно, все праздники, все отмечали. Правда, вот по-соседски. Все друг друга знали. А сейчас много знают соседи друг друга. Мало очень. Вот такая жизнь у нас стала. Не очень хорошая. В этом плане я имею в виду. Чуть-чуть. Вот у меня тут не хватило, е-мое. Малеха. Вот. Надо быть добрее друг к другу. И мир лучше станет. Ну все, мои дорогие. Так, сейчас я поставлю. Сейчас я поставлю. Потом я вам включу, покажу, в каком виде я их достану из духовки. Вот. А потом они уже у меня отлежатся в тазике или где-то под крышкой. В таз, скорее всего, сложу под крышку. Вот. И они запекутся все. А потом уже как отлежатся, шкурка слегка снимается. И вот уже попозже вечером. Вот нижний. Видите, до черноты запекается. Переворачиваю. И снова поставлю. И со всех стороночек буду вот так вот ворочать. Со всех сторон. Вот так вот. Вот. Вот это верхний противень. Сейчас посмотрим. А его, видите, сверху он быстрее подрумянивается. Его переворачиваю тоже. Опять ставлю в духовку. Сколько по времени девочки запекаются, я не знаю. Разные перцы по-разному. Сейчас вот эту кастрюлю большую принесу. Детя. Вот. И сюда их. Сложу и пусть остывают. Доходят. Если вы будете, допустим, в банке их закладывать, можно в банке, тогда рассол вот этот вот никуда не выливайте. Вот. А если, допустим, вы их будете в пакеты, как я планирую, тогда рассол уже не пригодится. Так, все, закрываем крышкой. Все, и пусть стоят палятся. Вот. А рассольчик, говорю, можно слить. Так вот, раз. От перцев с маслом тут. Потом будете какой-то соус сделать. Он простоит у вас дня два, спокойно в холодильнике. Будете какой-то соус сделать? И, пожалуйста. И туда добавьте. Запах перца будет офигенный. На сегодня. Ой, вся вспотела. Все, в общем. Стоит у меня перец пока. Остывает, чтобы я могла руками его брать. Как раз шкурка за это время отойдет очень хорошо. А уже в следующем видео я вам покажу, как я упакую по пакетам. Ну, а это оставлю. Вдруг завтра, может, какой-то соус буду готовить. Жарко на кухне. Ну, побегала немножко. Но зато перец. 10 банок помидор закрутила. Ну, в общем, все успела. Сейчас помою, все приберу. И можно уже будет немножко отдохнуть. Всем добра, хорошего настроения, здоровья, пока-пока.